Ну что, всем привет. Давайте начинать. Сегодня у нас третье занятие. Традиционный слайд, чтобы никто не забывал отметиться в ведомостях. И сегодня мы будем говорить про многопоточность, про потоки, про инструменты, которые используются в Android для того, чтобы поддержать работу в несколько потоков. И второй часть занятия мы поговорим о таком инструменте, как Android Permissions. Вот. Ну, сначала давайте немного о домашних заданиях. Мне прислали уже порядка четырех работ. Это хорошо. Это даже больше, чем в прошлый раз. Так что присылайте, будем их ревьюить. У вас еще есть неделя. Соответственно, первая неделя, которая позволяет провести код-ревью и получить вам от нас фидбэк. Она уже, к сожалению, закончилась. Собственно, те работы, которые мне прислали до сегодняшней ночи, я еще про-ревьюлю и вышлю фидбэк. Те, которые сейчас у меня есть, кто еще без ответа, я про вас помню. Все будет, но чуть позже. Соответственно, кто еще не присылал, присылайте. Неделя у вас еще есть. А кто юрист кидал? Лучше присылать на оба ящика. Юра сейчас недоступен, поэтому он не сможет, наверное, уделить время вашей работе на течение текущей недели. Вот, поэтому, чтобы гарантированно получить какой-то результат, лучше присылать нам обоим, соответственно, кого-то в копию ставить, и тогда точно кто-то из нас может посмотреть работу и фидбэк вам дать. Вот. Ну, теперь давайте вернемся к нашей теме. В общем, потоки. Кто из вас вообще сталкивался с многопоточностью? Отлично. Соответственно, многопоточность в Java. Ну, вот, уже меньше. Но так как на Android используется для разработки под Android Java, то, в общем-то, большинство инструментов, которые используются для реализации и поддержки concurrency, они так или иначе все идут от Core Java и от Java Util Concurrent. Но при этом есть свои особенности ввиду того, что это мобильная операционная система, есть некая особенная ее архитектура, о которой мы сегодня поговорим, которая накладывает некоторые ограничения, и исходя из которой есть некие уникальные инструменты, которые позволят более корректно и именно специфично для этой платформы обрабатывать случаи выполнения задач в бэкграундных потоках. Вообще многопоточность — это вот. В общем, это все больно, это сложно, и большинство проблем, которые у людей возникают в приложениях, они, как правило, возникают именно из-за ошибок в работе с многопоточными приложениями. Более того, ошибки в результате именно concurrency, они очень трудно уловимы, их очень трудно дебажить, их бывает очень тяжело воспроизвести, часто даже это невозможно сделать в искусственной среде. Бывает для этого нужно, чтобы несколько условий выполнились, в том числе операционная система находилась в каком-то состоянии особенном, которое бы позволило запустить еще один третий процесс, который именно приводит к тому, что ваше приложение начинает себя вести некорректно, и какой-то из ваших потоков останавливается, изменяя данные таким образом, что они становятся непригодны к использованию дальше в вашем приложении, и у вас возникает ошибка. Поэтому стоит особое внимание уделять корректности именно операций, которые вы выполняете в многопоточном режиме, а также стоит особое внимание уделять данным, которые могут быть изменены с помощью нескольких потоков внутри вашего приложения, соответственно. Что такое поток? Вообще, наверняка вы знаете, есть такое понятие процесса и понятие потока. А чем отличается процесс от потока, вы знаете? Процессы отдельные. И фрагмент хода отдельный, и фрагмент тек отдельный. Свои данные отдельные. А у потока он определяет фрагмент данных за идти к процессу. Ну, то есть поток. Ну, процесс идти был отдельный программ. Да. А поток — это не отдельная программа. Фрагмент тут тоже процесса. Ну, да. В общем, одно из ключевых отличий процесса от потока — это то, что процесс работает с изолированной памятью, то есть области памяти процессов, они не пересекаются. Поток, соответственно, использует шеет память и, соответственно, может изменять память, доступную для всех потоков в рамках одного процесса. Отсюда появляется очень много особенностей работы с потоками ввиду как раз обеспечения сохранности данных, которые доступны потокам в рамках одного процесса. Мы сегодня поговорим о том, как создать поток в Java, собственно, какие для этого есть инструменты, какие инструменты содержатся в Java Tool Concurrent для того, чтобы создавать потоки, для того, чтобы обеспечивать безопасность данных при работе в многопоточной среде. И отдельно рассмотрим различные ошибки, которые возникают на глоточных приложениях, такие как Deadlock, Race Condition, и посмотрим на примерах, как их, собственно, искусственно создать, к чему это приводит и какие есть способы решения этих ситуаций в реальных программах. Собственно, поток. Ну, как вы уже сказали, поток шарит память, и если посмотреть на картинку, то вот представим, что у нас есть процесс, в рамках этого процесса есть несколько потоков, и они все работают с общей кучей памяти. Здесь есть горизонтальные линии. Вообще поток — это такая абстракция, которая позволяет вам, как разработчику, лучше представлять понимание вот этой конкурентной операции, таким образом представляя ее как последовательность действий, которая выполняется где-то как будто бы параллельно, либо отдельно от другого потока. Но на самом деле в процессоре потоки выполняются все одновременно, если можно так сказать, выделяя квант времени на каждой из них. И вот эти вот горизонтальные линии на этой картинке, они не случайны, ввиду того, что при работе нескольких потоков у вас процессор постоянно переключается между потоками для того, чтобы каждый из них получил свой квант времени для выполнения тех или иных операций. Так вот, эта операция сохранения контекста, она достаточно трудоемка. Вот, поэтому, когда вы разрабатываете приложение и хотите, чтобы ваша программа работала быстрее, думаете, что вы добавите туда большое количество потоков и все заработает, это не всегда корректное утверждение. Ввиду того, что много потоков при малом количестве процессорных ядер приведет к большему количеству вот этих самых переключений контекста. И таким самым производительность приложения, она может даже снизиться относительно приложения, которое бы работало в одном потоке. Об этом важно помнить. Отсюда, особенно это касается мобильных операционных систем, ну и не только на самом деле, сейчас нам доступно достаточно большое количество ядер, и вы можете обеспечить параллельное выполнение такого количества потоков, сколько ядер вам доступно сейчас на физическом устройстве. Если же этих потоков больше, то здесь вы уже сталкиваетесь вот с этими вот вещами, как переключение контекста, и здесь необходимо уже анализировать задачу и понимать, насколько для вас критично это. Если задача реально трудоемкая, и для ее выполнения необходимо выделить отдельный поток, то очевидно, что переключение контекста — это такой, ну, трейд-офф, то есть это та цена, которую вам придется заплатить за то, чтобы эту операцию выполнять асинхронно. Если же нет необходимости, и можно выполнить эти операции последовательно и при этом избежать переключения контекста, то значительнее выбирать именно этот вариант. Потоки в Java. Ну, многие из вас уже знакомы, тогда эта информация для вас будет уже не новой. В Java поток представляется объектом thread. Собственно, этот класс, он принимает в себя либо реализацию run-able, либо можно реализовать метод run на самом объекте thread. В общем-то, два этих способа, они одинаковые, у них нет какой-то принципиальной разницы. Вот. Собственно, для того, чтобы создать поток в Java, мы создаем новый объект. Вам видно вообще текст здесь? Создаем объект thread, либо придаем туда реализацию run-able с методом run, либо мы наследуемся от класса thread и реализуем метод run, собственно, выполняя там те операции, которые нам необходимы в рамках данного потока. Для того, чтобы поток запустить, нам необходимо вызвать метод start на объекте thread. Собственно, это все, что надо сделать, чтобы запустить поток в Java. Как я уже говорил, потоки работают в одной куче, собственно, разделяют память. И проблема и задача сохранения целостности данных, она как никогда остро стоит как раз в многопоточных приложениях. И для того, чтобы обеспечить корректный доступ к памяти и последовательности этих операций, собственно, существуют инструменты синхронизации потоков между собой. Реализованы они с помощью монитора. И в Java есть несколько способов, которые вам позволяют работать с этим монитором, таким образом синхронизироваться на данных и, собственно, определять очередность работы с этими данными для нескольких потоков. Первый способ — это методы wait.notify.notify.all. Это методы, которые есть на классе object в Java. То есть у каждого объекта в Java есть эти методы. Это значит, что каждый объект в Java, он может работать с монитором и представлять собой некую… ну, может работать с блокировками и таким образом обеспечивать синхронизацию данных. Также есть возможность использовать ключевое слово «синхрониз». Синхрониз — это именно захват блокировки монитора. В Java могут быть синхрониз-методы, синхрониз-классы. Соответственно, для того, чтобы корректно использовать синхрониз и вообще синхрониз-блоки, надо минимизировать область данных, которая и область кода, которые будут выполнены под вот этим ключевым словом «синхрониз». Это делается для того, что когда у вас в программе метод или блок кода помечен на синхрониз, это значит, что один поток может выполнять инструкции из этого выделенного блока кода. Соответственно, таким образом необходимо выделять наименьшие куски кода для того, чтобы обеспечить вот это узкое место работы в однопоточном режиме для минимально необходимого набора инструкций в вашем приложении. Далее для синхронизации можно использовать функцию «join» на тредах. Это функция, которая позволяет дождаться окончания выполнения одного потока и начать выполнять второй поток. И, как я уже говорил, есть библиотека Java Util Concurrent. В ней существует набор более высокоуровневых инструментов у примитива синхронизации, которые могут подойти вам больше в некоторых задачах, и о них я поговорю и расскажу, какие инструменты там есть, что с ними можно делать. Пример weight.notify. Соответственно, на каждом объекте есть в Java обjekте методы weight.notify. Weight.notify должны вызываться из синхронизированной секции кода. Это значит, что для того, чтобы встать… Метод weight, он, в общем, заставляет поток остановиться на этом объекте и отпустить монитор. Таким образом, ожидая, когда второй поток, который выполнит некий кусок кода и вызовет метод notify, разбудит его, и первый поток, который выполнил метод weight, проснется и начнет выполнять инструкции дальше. Разбудит и проснется — это такие, в общем, не… Ну, с потоками все происходит несколько сложнее, но это общепринятые такие описания действий, которые с потоками на самом деле происходят. Вот у потоков есть статус sleep, когда он заснул, и, в общем-то, это как раз эквивалент тому, что он остановился на методе weight и не делает никакой работы, и не занимает никакого процессорного времени. Ну, давайте рассмотрим… У нас есть метод sendData и метод prepareData. И, соответственно, есть объект monitor. Это просто object, то есть это базовый объект JAL, базового типа, в общем, ничего… Не какой-то наш класс, то есть самый базовый объект. В методе sendData у нас первая инструкция — это synchronized block. Мы захватываем монитор на нашем созданном объекте object. И далее выполняем некоторый код, который в блоке try вызывает метод weight. Это значит, что поток, который зашел в блок synchronized, доходит до метода вызова метода weight и останавливается. И отпускает монитор вот этого объекта. Отпускает монитор — это значит, что другой поток, который хочет работать с этим объектом, сможет продолжить выполнение этих инструкций. Второй метод — это метод prepareData, который выполняется вторым потоком. У него также есть метод synchronized, он также синхронизирован на объекте монитор. Он вызывает метод notifyAll. Соответственно, второй поток после того, как первый поток вызвал метод weight, сможет зайти в секцию synchronized, выполнить вывод на консоль. И после того, как он вызовет метод notifyAll, первый поток, который стоял на ожидании, сможет продолжить выполнять инструкции, которые следуют за методом weight. То есть вот вывод на консоль sendingData. Notify и notifyAll, они отличаются тем, что метод notify, соответственно, notify — это один поток, который стоит на методе weight, на ожидании. NotifyAll, соответственно, вызывает, будет все потоки, которые захватили монитор и ожидают вызова метода notify. В каком случае применяются те или иные методы? Соответственно, если вам необходимо выполнить какое-то действие и все потоки ждут этого действия от какого-то другого потока, таким образом нету какого-то взаимного исключения в ожидании, то вам всегда поможет метод notifyAll. Если же вы используете подход, в котором у вас есть два потока и они взаимно ожидают друг друга, то есть важна очередность выполнения, и вы знаете, что один поток всегда захватывает монитор и ожидает второго потока, то в этом случае вам можно использовать метод notify. Формальных правил как таковых нету, но notify и notifyAll, они как раз руководствуются теми кейсами, в которых они применяются. Теперь что касается Android. Почему недостаточно рассказать про Java Concurrency и писать классное быстрое Android-приложение? Все потому, что в Android есть UI-трет. Вообще, когда вы делали домашнюю работу из тех, кто делал, там было задание по таймеру, собственно, выводить какие-то значения в TextView. И этот таймер работает в неком объекте таймер. И, наверное, вы заметили, что этот таймер работает в background потоке. А кто не пробовал запустить это в основном потоке, прямо в Activity? Никто не пробовал. А в первой Activity — slip поставить на основном потоке. Ну, окей. UI-поток в Android-приложении — это специальный поток, который, собственно, отвечает за отрисовку всей графики и всего UI, который вы видите на своем устройстве. И если в рамках этого потока будут выполняться какие-то другие операции, то, соответственно, UI будет ждать, когда эти операции закончатся. Таким образом, на экране ничего не будет происходить. В том числе, операционная система не сможет обрабатывать и нажатия, и клики. То есть визуально это будет выглядеть так, как будто ваш телефон повис. Часто можно увидеть в этих ситуациях специальное системное окно, в котором будет написано о том, что приложение не отвечает, и, в общем, можно его завершить. Это так называемая application not responding ошибка, которая внедрена платформой для того, чтобы позволять останавливать и убивать потоки и процессы приложений, которые заняли весь UI и, собственно, больше не отвечают. Таймер порядка трех или пяти секунд, после которого этот диалог появится, и вы сможете остановить этот процесс. Отсюда получается, что у нас изначально есть поток UI, и если мы хотим работать с какими-то данными, у нас появляется какой-то другой поток, в котором, собственно, эти операции нужно выполнять. И как-то связать UI поток с тем background потоком, в котором, собственно, эти данные происходят. Ну, да, эти обработка данных происходят. Сама реализация UI потоки в Android, она тоже достаточно специфична. Вот мы здесь видим main thread, и здесь какой-то лупер, есть какая-то очередь сообщений, и вот связи с activity и с ивентами. Все это не просто так. UI в Android работает посредством обработки сообщений, которые приходят в специальный объект message queue, который обрабатывается, собственно, лупером. Как это выглядит? В общем, есть некая очередь сообщений. В нее постоянно добавляются новые объекты событий, так называемые объекты сообщений. Есть объект лупер, который в цикле достает первое сообщение из очереди и пытается его обработать. С помощью… ну, вот эти сообщения, они в себе содержат некоторые события, которые работают вот с этими UI-элементами. Соответственно, код в этих сообщениях и операции в этих сообщениях должны быть максимально быстрыми и работать непосредственно вот с элементами UI, как правило. Другие потоки же, вот какой-то пол-трэд есть у нас, может быть, какой-то сервис, который работает в бэкграунд-потоке, они могут добавлять сообщения в эту очередь, чтобы лупер, собственно, когда дойдет очередь до вашего сообщения, смог его обработать и изменить UI. Что здесь появляется? Появляется вот эта message queue, которая является разделяемым ресурсом для нашего бэкграунд-потока и для мейн-треда. Соответственно, вот доступ к ней, он должен быть синхронизирован для того, чтобы избежать изменений сообщений в момент, когда лупер, например, их обрабатывает. Либо когда вы пытаетесь в него писать, и лупер в этот же момент пытается это сообщение вычитать. Вот. Собственно, для того, чтобы поддержать такое взаимодействие с UI-потоком в андроиде, вот рядом с этими штуками появляется еще одна абстракция, называется Handler. Мы про нее сегодня поговорим тоже, и, в общем, будет понятно, почему те или иные инструменты в андроиде используются для того, чтобы реализовать работу со синхронами и конкурент-операцией. Чтобы выполнить операцию на UI-потоке и отобразить какие-то данные на вашем UI, есть несколько способов. Ну вот здесь перечислены четыре. Эти четыре способы, они представлены вам непосредственно платформой. Существует множество оберток над ними, но под собой они все содержат в том или ином виде работу вот с этими компонентами, а на самом деле вот с этим одним компонентом, который непосредственно работает с очередью сообщений и с лупером. Вообще в андроиде в любом потоке можно объявить лупер и добавить туда очередь сообщений и таким образом обеспечить одинаковую работу бэкграунд-потока и UI-потока посредством механизма хендлера, передачи сообщений и, собственно, лупера и очереди сообщений. ViewPost. На любом объекте View есть метод Post, который принимает себя аргументом реализацию интерфейса Runnable. Это немного похоже на то, как реализовать новый трет в Java. В этом Runnable вы можете реализовать метод Run и, собственно, вызвать любые операции, которые вам необходимы по изменению ваших UI-элементов и каким-то изменению состояния. Соответственно, изменять UI-элементы вы можете только из UI-потока. Это контролируется операционной системой, и в момент, когда вы попытаетесь добавить какой-то новый элемент текста либо обработать клик, в реализации элементов View обработчиков клика вы увидите, что там есть некая строчка, которая сравнивает текущий поток с главным потоком Андроида. Главный поток Андроида — это такая выделенная сущность. Он в операционной системе, если вы попробуете вести looper main thread, это static-метод на looper, и он всегда вернет вам поток, который отвечает за UI, главный поток Андроид-приложения. Соответственно, в вызове методов отрисовки, обработки кликов, ну, любых методов при работе с View, в каждом из этих методов есть проверка на то, какой поток пытается сейчас обработать или взаимодействовать с этим объектом View. И если этот поток отличается от main UI потока Андроид-приложения, у вас произойдет исключение. То есть приложение сломается с ошибкой, что изменять View можно только из main потока Андроид-приложения. Как раз вот метод post — это довольно простой метод на View, который позволит вам изменить View из корректного потока. При этом сам метод post и передача туда runable, они являются потокобезопасными. Создастся сообщение, которое поместится в Message Queue loopera на UI потоке, и когда очередь loopera дойдет до вашего сообщения, собственно, он его обработает и изменит UI. Далее есть на Activity метод run on UI Threat, который, в общем-то, похож на метод post на View, и делает он на самом деле то же самое, принимает такой же runable как параметр. Его можно использовать в том случае, когда у вас нету какого-то конкретного View, с которым вы хотите работать, а хотите взаимодействовать непосредственно с Activity. То есть, например, хотите поменять состояние кнопки и добавить какой-то текст. То есть у вас какая-то композитная операция с множеством изменений UI элементов. Тогда и у вас есть контекст Activity для того, чтобы это сделать. Тогда вы, собственно, можете на Activity вызвать метод run on UI Threat, передать туда runable с вашими операциями обновления тех или иных UI компонентов. И это корректно отработает на UI потоке. И никаких проблем с тем, что вы обращаетесь к UI из бэкграунд потока, собственно, не будет. Инструмент хендлера — это такой наиболее трушный инструмент для работы с UI потоками в Андроиде, потому что именно хендлер лежит в основе первых двух способов — ViewPost и run on UI Threat на Activity. Хендлер работает… Хендлер можно получить из потока… То есть его можно привязать к луперу соответствующего потока. И хендлер — это специальный инструмент, который позволяет создавать и обрабатывать сообщения, поступающие обрабатываемые лупером. То есть там схема выглядит так, что лупер вычитывает сообщение из Message Queue, которая вот была на предыдущем слайде, и затем передает это сообщение в соответствующий хендлер. То есть в хендлере есть метод handleMessage, куда приходит объект сообщения, и, собственно, в этом методе handleMessage вы делаете операции, которые определены данным типом сообщения. AsyncTask — это некая абстракция, которая в себе сочетает возможности обновления UI и выполнения операции непосредственно на background-трейде, ну, вот в себе. То есть для того, чтобы облегчить вам вот эти вот все вещи, чтобы вы не думали, на каком трейде вам надо вызвать операцию, с какого трейда надо изменить view, и для того, чтобы понизить порог вообще работы с UI, разработчики операционной системы добавили вот класс AsyncTask. Внутри он работает точно так же на хендлерах для работы с UI-трейдом. Для работы с background-потоками там используются примитивые Java. Там такие же трейды, такие же runable, и, в общем, все, что вам знакомо из работы с Java с многопоточностью. Просинтаск мы… я вам покажу в деталях, как он устроен. У него есть несколько callback, которые нужно просто запомнить и потом использовать. Один из них выполняется в фоновом потоке, остальные выполняются на UI. Таким образом, интерфейс AsyncTask, он позволяет вам перед и после начала вашей операции приготовить ваш UI, оповестить его как-то о прогрессе и об изменениях данных в процессе работы этого AsyncTask, и затем доставить результат в UI-поток и там его уже как-то обработать и отобразить. Давайте посмотрим, например, ViewPost. Вот у нас есть MainActivity и есть некий TextView, который мы хотим засетить какой-то текст из фонового потока. Мы создаем новый поток и запускаем его. Внутри фонового потока у нас выполняется вот этот класс Runnable. Он обращается к TextView и сетит текст. Соответственно, если мы уберем вот эту строчку TextViewPost и из метода run попытаемся засетить текст, у нас произойдет exception и, в общем, приложение свалится. Вот этот вызов, он нам гарантирует то, что сетит текст отработает и ожидаемое поведение, вот этот текст, он появится на экране TextView, который мы определили в Activity. Runn-UI-фред, собственно, работает примерно таким же образом. Интерфейс у него очень похож на ViewPost. Мы берем текущие Activity и вызываем Runn-UI-фред, передавая тот же Runnable. Соответственно, результаты операции будут точно такие же, как и работа непосредственно с ViewPost на нашем TextView. Собственно, самый сложный пример — это взаимодействие с хендлером. И здесь надо будет, наверное, немного повнимательнее повглядываться в код. У нас есть MainActivity, у нас есть что… у нас есть Runnable с Working Classом, собственно, реализация метода run. В Activity мы запускаем новый поток и передаем ему туда реализацию нашего Working Class. Working Class. Он имеет у себя ссылку на UI-хендлер. Это хендлер, который привязан к мейн-потоку, главному потоку, который работает с UI. Как он создается, можно посмотреть вот здесь вот. Хендлер, который в себя принимает хендлер callback. Хендлер callback, соответственно, обрабатывает входящее у него сообщение. Метод handleMessage — интерфейсный метод, который необходимо переопределить для того, чтобы иметь возможность обработать входящее сообщение. Мы получаем ссылку на наш UI-хендлер и вызываем на нем send empty message, отправляем пустое сообщение с типом success. Формат сообщения вы можете посмотреть непосредственно, посмотря на реализацию класса message. У него есть несколько полей, интовые типы и object. Вот это тип, соответственно. И можно передать туда некий объект, object. Насколько я помню, он не типизирован. Мы, соответственно, отправили сообщение в хендлер пустое. И если наш обработчик сообщений получил сообщение с типом success, он на text.view, соответственно, вызовет изменение состояния. Почему это сработает? Потому что наш хендлер, он привязан к мейн-трейду. Мы не передаем… у хендлера есть несколько конструкторов, которые принимают в себя, соответственно, поток, вупер на потоке, на котором этот хендлер будет работать. Если не передавать туда этот параметр, то по умолчанию там будет использоваться вупер мейн-потока. Далее вот пример, как передавать данные через сообщение. Вот у нас есть строка message object и, собственно, тип. По типу мы определяем, какой формат сообщения к нам приходит и вычитываем сообщение из поля object сообщения. Вот. В общем, вся сложность в том, что необходимо корректно привязать хендлер к соответствующему луперу и понимать, что… к какому потоку он привязан. И далее корректно сформировать сообщение, вызвать на хендлере send message из того потока, из которого вы хотите передать сообщение. И реализовать метод handleMessage, который, собственно, обработает это сообщение на целевом потоке. И, ну, собственно, сделать какие-то действия в соответствии с типом этого сообщения либо с значением поля object этого сообщения. Здесь не очень удобный момент именно явного приведения типов, но, учитывая, что там тип object, собственно, вам ничего не остается, кроме как установить контракт такой, что с данным типом сообщения связан payload, ну, то есть связаны данные в этом сообщении, которые конкретного типа. И рассчитывать, что никто не нарушит этот контракт, к вам не придет сюда, например, int. Соответственно, если придут значения неверного типа, у вас тоже будет exception. И, к сожалению, на compile time вы его никогда не сможете выловить. Это будет падение именно в процессе работы приложения. Но это довольно низкоуровневый инструмент, и он нечасто применяется в, ну, в production такой разработки. Особенно, когда приложения достаточно простые и не содержат в себе какой-то сложной логики и сложного взаимодействия с потоками. Но, тем не менее, вот у нас из больших проектов приложения почты, Mail.ru, оно довольно активно использует подход именно хендлер треда и работы взаимодействия между потоками через хендлер ввиду того, что очередь, наличие очереди, оно позволяет обеспечить корректную обработку сообщений потоком. То есть лупер, он вычитывает сообщения из очереди по мере того, как он выполнит предыдущие сообщения. То есть на самом деле он их выполняет последовательно. И если мы хотим обеспечить какую-то очередность выполнений операции, которую мы постим в этот хендлер, то, собственно, эта очередь, она нам это обеспечит. И, например, обновления о контенте в базе данных, они, собственно, у нас реализованы как раз посредством хендлера, чтобы UI поток мог обновить, отобразить данные, которые мы обновили в базе данных, то вот хендлер для этого достаточно хорошо подходит, и он широко у нас применяется в почте. Нет, асинктаск основан как раз на хендлере. И тогда такой вопрос. То есть имеет ли смысл хендлере писать, потому что, ну, типа, сильно ли он быстрее? Быстрее он не будет. Тут дело не в скорости, а именно в удобстве использования. И чем асинктаск плох, давайте я вам расскажу на следующей части после перерыва, и какие у него есть удобства и преимущества, и чем он не очень подходит, когда мы делаем большое приложение, и у нас довольно сложная логика. Давайте поговорим про асинктаск. Асинктаск, он был создан как раз для того, чтобы упростить вам работу с бэкграунд-задачами и в контексте наличия основного потока, UI потока в Android-приложении. У асинктаска есть несколько методов, которые вы можете определить, и один из них обязательный для того, чтобы выполнить задачу в бэкграунд-потоке. Вам видно, что на картинке здесь, или не очень? Ну, давайте я попробую рассказать, а вы потом посмотрите, и я вам покажу. В общем, есть четыре метода, которые вы можете переопределить. Это методы onPreexecute, doingBackground, publishProgress и onPostExecute. Название, в общем-то, достаточно говорящие сами за себя. Соответственно, onPreexecute, это метод, в котором вы можете подготовить данные для выполнения операции в фоновом потоке. DoingBackground — это непосредственно метод, который будет выполнять основную работу в фоновом потоке. OnPublishProgress — это метод, который позволит передавать статус выполнения задачи, ну, например, там, процент загрузки файла или еще какие-то… какое-то представление прогресса выполнения фоновой операции. И onPostExecute — это, собственно, метод, который вызовется после того, как бэкграундная операция будет закончена, в нее будет передан результат фоновой операции. Что важно знать? Важно знать, что все методы, кроме doingBackground, выполняются на UI потоке. Таким образом, вам очень просто взаимодействовать с элементами view и при этом иметь возможность выполнять операции в фоновом потоке. Для того, чтобы реализовать свой AsyncTask, вы делаете наследника класса AsyncTask. Этот класс параметризованный, он имеет три generic типа у себя в объявлении. Эти типы определяют тип параметров, передаваемых в метод doingBackground, определяют тип объектов, которые будут переданы в качестве значения прогресса выполнения фоновой операции и, собственно, тип объекта, который будет передан в onPostExecute. Это тип результата, который, собственно, будет на выходе метода doingBackground. Здесь важно не запутаться, потому что они, в общем, в очередности вызова этих методов, но, тем не менее, когда вы садитесь и начинаете с нуля писать этот AsyncTask, не всегда можно вспомнить, какой параметр generic типа за что отвечает. Но немного попрактиковавшись, я думаю, что у вас с этим проблем не будет. Не обязательно переопределять все методы. Необходимо определить метод doingBackground, и, в общем-то, на этом можно и закончить, если вы не хотите, чтобы ваш AsyncTask как-то оповещал UI thread либо возвращал какой-то результат. То есть, если, например, вам необходимо отправить запрос на сервер и при этом не дожидаться ответа от сервера, либо вам, ну, вообще не имеет значения, завершился запрос, тот успешно, не надо оповещать об этом пользователе. Вы можете просто реализовать логику запроса на сервер в методе doingBackground и никакие другие методы не определять. Ввиду того, что AsyncTask — это абстрактный класс, у него соответствующие методы, он pre-execute, он publish progress и post-execute, они объявлены уже пустыми, и без необходимости не надо их указывать в своей реализации. Соответственно, вы также можете определять какой-либо из этих методов. То есть, если вы хотите либо что-то передать, либо что-то подготовить, либо только получить результат, вам достаточно определить какой-то конкретный из этих методов. Вроде выглядит здорово, но все просто. Написали там четыре метода, сделали фоновую операцию, получили результат, обновили UI. Ну, прекрасно. Почему бы это не использовать везде? Проблема начинается, когда ваше приложение немного разрастается, и у вас, например, 10 запросов на сервер различных, и вам с каждого надо получить какой-то результат, и надо как-то, в общем, с этим жить. Таким образом, у нас в Activity может легко появиться 10 AsyncTask. Часть из них работает с сервером, часть из них работает с какими-то другими данными, и чистота кода и вообще логическая какая-то целостность Activity, она на самом деле довольно сильно страдает от этого. Вы получаете объекты, которые находятся на уровне вот Activity, они в нем реализованы, у них есть какие-то операции, которые работают с UI, тут же есть операции, которые работают с сетью, тут же операции, которые работают с базой данных, и все это где-то в одном месте, и код получается достаточно грязным. Более того, если вам необходимо как-то соединять эти фоновые операции, либо какая-то следующая операция зависит от результата предыдущей, то здесь вам уже придется делать какие-то свои вещи, потому что работать постоянно через UI-поток, ну, это, наверное, не самое лучшее решение во многих случаях. Таким образом, AsyncTask — это достаточно простой инструмент, но для довольно узкого круга задач, которые на самом деле, ну, достаточно просты. То есть сделать какую-то единичную фоновую операцию, да, AsyncTask вам в этой ситуации поможет. Если же вы делаете какую-то сложную логику, то, к сожалению, вам необходимо прибегать к более изощренным, ну, и более сложным инструментам работы с потоками. К счастью, Java предоставляет довольно большой выбор. Помимо непосредственно класса Thread в Java Util Concurrent есть такие вещи, как Executors, то есть Interface Executors. Он предоставляет набор различных пулов потоков. Соответственно, там есть ограниченные пулы потоков, есть пулы потоков с фиксированным количеством потоков, есть неограниченные пулы потоков. Это позволяет вам использовать уже созданные потоки и, собственно, переиспользовать те, которые сейчас, в данный момент, не используются. Вообще, переиспользование потоков — это очень такая большая оптимизация ввиду того, что создание потока — это операция достаточно трудоемкая. Создание, собственно, и запуск его. И пулы потоков, они довольно сильно разгружают операционную систему, ну и, соответственно, ускоряют ваше приложение именно в контексте создания новых потоков ввиду того как раз, что они позволяют их кэшировать. Также есть различные реализации пулов потоков, таких как Scheduled Thread Pool — это потоки, которые позволяют запускать какую-то операцию по таймеру, там, с каким-то интервалом, либо отложено. Все это есть в стандартной Java, и вы всем этим можете пользоваться, в общем-то, без ограничений. Использование экзекьюторов, оно позволяет вам отделить логику работы с данными, логику работы с сервером от места, где вы, собственно, будете UI обновлять и работать с Activity. Таким образом, позволит проектировать приложение более, более гибкие к изменениям, более устойчивые, ввиду того, что ваш UI не будет зависеть вот от реализации конкретно вот этого класса AsyncTask, где вы работаете с конкретным элементом view в конкретной вашей Activity. То есть, ну, довольно простая ситуация. Вы загружаете картинку сервера, хотите показать ее где-то во вьюшке. И вот в методе onPostExecute вы обращаетесь к конкретному элементу view вашей текущей Activity и устанавливаете туда значение view. А если вы захотите эту же картинку использовать в адаптере, где у вас другой контейнер для этого имиджа, соответственно, именно этот AsyncTask вам уже не подойдет. Вам придется делать какой-то особый AsyncTask, который можно как-то сконфигурировать теми получателями этих картинок, которые вы можете туда передать, собственно, в которые надо установить полученное изображение. Все это делает работу с AsyncTask'ами, ну, не очень удобной и не очень чистой. И поэтому, вот, как я уже говорил, для простых задач их использовать можно, их использовать легко. Для сложных задач они привнесут больше боли и страданий, особенно потом, когда вы через полгода вернетесь, потому что вы понаписали 15 AsyncTask'ов, все здорово работало, когда вы это делали, а потом вы пришли, посмотрели и думаете, боже, как в этом разобраться, и вообще зачем я столько всего этого написал. Нужно еще помнить про один нюанс. DoingBackground выполняется на фоновом потоке. Так вот, раньше, до версии 5.0, все операции AsyncTask'ов, они выполнялись на одном потоке. То есть они выполнялись в фоновом потоке, но это один поток. Таким образом, если вы запустите 10 AsyncTask'ов, то метод DoingBackground каждого AsyncTask'а, он будет выполнен последовательно в той очередности, в которой планировщик потоков добавил соответствующие ранаблы, в свою очередь, на выполнение. И таким образом, если вы хотите сделать 10 параллельных запросов на сервер, то у вас получится 10 последовательных запросов на сервер, но в потоке, отличном от UI. Соответственно, если вы хотите параллельную работу с сервером в несколько потоков, то вам уже лучше использовать какие-то другие инструменты, которые работают непосредственно с потоками и с экзекьюторами этих потоков. Еще в Android для работы взаимодействия с UI, с бэкграундных потоков есть такая абстракция, как Loader. Loader вообще из названия — это инструмент, который позволяет каким-то образом загружать данные и доставлять их до UI. Loader удобен тем, что они сопряжены с жизненным циклом Activity, таким образом, что если вы делаете какую-то фоновую операцию, и при этом ваш Activity в текущий момент меняет ориентацию и уничтожается, то Loader получит все эти callback из коробки. То есть вам необходимо будет просто поддержать остановку загрузки и, собственно, возобновление загрузки после пересоздания Activity. Ничего делать руками, сохранять какие-то стейты вам не придется. Loader умеет делать это сам. Про Loader мы будем говорить в контексте темы хранения данных, так как их чаще всего используют для работы с SQL-базами данных, но их также можно использовать и для каких-то сетевых запросов, ну, или вообще для каких-то синхронных операций. Есть много примеров, когда эту абстракцию применяли для, ну, очень нехарактерных для Loader вещей и, в общем-то, для тех, для таких задач, которые не предполагались решаться именно с помощью Loader. Если посмотреть на современную Android-разработку, то довольно популярен подход Functional Reactive Programming, FRP сокращенно, и, в частности, различные реализации Reactive Extensions в контексте Android, это RxJAL. Слышали что-нибудь про подобные подходы? В общем, Reactive Extensions и RxJAL — это библиотеки, которые позволяют вам выполнять и оперировать вообще потоками данных как с объектом stream. Знакомы ли вы с JAL 8 и со стримами в нем? В общем, вся идея в том, что любой объект можно представить неким потоком, который доставляет сообщение. Если говорить, например, о каком-нибудь списке, ну, например, связанный список, операция вставки, она для того, кто с этим списком работает, будет сообщением о том, что в список добавился элемент, и, соответственно, вы можете как-то это сообщение обработать. И вот любая такая абстракция, например, изменение текста в TextView может быть сообщением тому, кто с этим TextView работает, о том, что там контент в этом TextView поменялся. Соответственно, работа с сервером строится точно так же. Мы вызываем какую-то операцию, и нам по этому потоку придет сообщение о том, завершилась операция успешно, либо не завершилась успешно. Но при этом мы постоянно ждем получения сообщений от какого-то источника. И этот подход потоков, он совмещен с некими элементами функционального программирования, которые позволяют делать некие композитные операции над функциями, такие как композиция этих функций, map. И, в частности, RG Java позволяет довольно элегантно переключаться между полами потоков. Незаметно для вас. То есть там все инструменты переключения между потоками, они встроены непосредственно в свою библиотеку. И вам для управления, выполнения этих операций необходимо просто указать какой-то конкретный экзекьютор буквально вызовом одной функции. То есть вы буквально определяете операцию и указываете ей, на каком потоке ее выполнится. И сама библиотека внутри уже выполнит нужные обмены сообщения между потоками, передача параметров, доставки результата, и доставит до вас сообщение в нужный поток, в котором вы, собственно, ожидаете получения этого сообщения. Сейчас, ну, наверное, значимая часть приложений в маркете написана, ну, новых приложений с использованием. Вот как раз в библиотеке RG Java она очень популярна. Но я рекомендую вам все-таки разобраться в том, как работает все это на уровне примитивов андроида и примитивов Java. Потому что RG Java использует все те же самые инструменты внутри, только для вас они скрыты, и зачастую ваши ожидания могут быть, ну, могут не оправдаться реализация этого инструмента, ну, этого способа под капотом этой библиотеки. Ну, наверное, про потоки с теорией хватит. Стало понятнее, как это работает? Ну, буду надеяться, что да. Давайте мы сейчас посмотрим на несколько примеров. Я вам покажу, что такое deadlock, что такое race condition. Покажу некоторые примитивы и объекты из библиотеки Java.Til.Concurrent, которые позволяют синхронизироваться и как-то обезопасить доступ к данным из разных потоков. И потом мы поговорим про Android permissions. Ну, в общем, первый у нас кандидат на то, чтобы поковыряться, это deadlock. Знакомы ли вы с тем, что такое deadlock? Да? Нет? Да? Вот. Чтобы создать ситуацию… Deadlock — это ситуация, в которой два потока взаимно ожидают друг друга и не могут продолжить выполнение, ну, соответственно, потому что они друг другом заблокированы. На эту ситуацию никак нельзя повлиять извне. То есть исправить эту ситуацию невозможно, кроме как остановить, собственно, потоки… прерывать потоки выполнения этой программы. Для того, чтобы создать… ну, чтобы ситуация deadlock могла осуществиться, нам необходимо два потока и два объекта, в которых будут критичные секции. У нас есть некий класс, у него есть два синхронизированных метода. Мы создаем два объекта, создаем два потока и запускаем их. Соответственно, в качестве параметров каждого из методов мы передаем объект того же класса, и он на нем вызывает, собственно, ответную функцию. Ну, довольно канонический пример. И если мы это сейчас запустим, мы бы хотели увидеть надпись ping-pong в логе, и все, и на это программа должна остановиться. Вот, но по факту у нас получилось так, что один раз вызывался ping, один раз вызывался pong, и больше ничего не происходит. В общем, если бы мы увидели список тредов, то мы бы увидели два потока, которые находятся в состоянии ожидания друг друга, и в программе, соответственно, ничего не происходит. Такое может произойти в вашем приложении, если вы неаккуратно работаете с доступом к данным, соответственно, из разных потоков. Ну, например, вы используете как однопоточный доступ к базе данных. Ну, какой-то один поток работает с базой данных, и вы из нескольких потоков пытаетесь что-то прочитать, и этот поток зависит от данных и результатов второго потока. При этом, собственно, они друг друга взаимно блокируют, и работа с базой данных у вас становится более невозможна в контексте вашего приложения. Ну, давайте сразу посмотрим на race condition. А про race condition что-нибудь слышали? Соответственно, race condition — это ситуация, когда данные никак не защищены от изменения несколькими потоками. И когда один поток читает данные, второй поток в это время может эти данные изменить. Таким образом, мы получим неконсистентные данные, соответственно, не то, что мы ожидаем, не то, что, в общем, рассчитываем получить в контексте нашего потока. Ну, race condition — это, условно говоря, что поток может изменить данные в любой момент, и при этом даже в момент использования этих данных другим потоком. Здесь у нас, собственно, пример. Мы инкрементим переменную. Что характерно для вообще функции инкремента и для потока безопасности? В общем, нам необходимо обеспечить атомарность. Знакомо понятие атомарность? Окей. Вот. Соответственно, для того, чтобы операция была потокобезопасной, она должна быть атомарной. Инкремент в этом случае — вот это не атомарная операция, ввиду того, что на самом деле это, ну, такой условно-синтоксический сахар для операции чтения, увеличения, ну, выполнения операции сложения и записи значения этой операции в память. Вот. Выглядит она и записывается, как вот эта атомарная операция, и вроде как она… хотелось бы, чтобы была атомарной, но на самом деле нет. И при, собственно, вызове этой инструкции из нескольких потоков вполне возможен race condition, и он тут, конечно, будет, потому что один поток читает данные значения из переменной, второй при этом прочитал, увеличивает это значение на единицу, затем контекст переключается, первый поток, который прочитал, вроде как валидное значение, на самом деле уже имеет другое значение, измененное первым потоком. Изменяет измененное значение, сохраняет его, и таким образом результат изменяется на два. очевидно, это не то, что мы ожидали в контексте данного… ну, решения данной задачи. Это актуально, когда, например, вы используете индексы, ну, как-то… какие-то идентификаторы элементов присваиваете, и эти идентификаторы генерируете, ну, на стороне создания ваших объектов. Например, у вас какое-то внутреннее хранилище данных в приложении, и вы хотите построить там какой-то индексированный доступ, и, соответственно, для того, чтобы иметь ключи, вы генерируете какие-то значения этих ключей прямо на клиенте при поступлении этих данных. И если ваш генератор вот этих ключей будет несинхронизирован и, соответственно, или не атомарен, то вы можете столкнуться с ситуацией, когда у вас два значения имеют один и тот же ключ. Вот таким образом вы данные либо потеряете, либо получите какой-то конфликт, но в любом случае это не то, на что вы рассчитывали, когда, собственно, решали задачу генерации ключей и сохранения этих данных по ключам. Давайте посмотрим на race condition этот, что у нас в итоге получится. Но если посмотреть на функцию main, мы хотели бы, чтобы у нас 10 потоков последовательно выводили в консоль возрастающие значения переменной. Вот. Но, в общем, можно даже далеко не ходить. Вот у нас есть такой вот вброс. Видно, да? Вот здесь вот. Значение 57 между 90 и 91, ну, это явно, наверное, что-то не так. Происходит это как раз потому, что в момент переключения контекста один из потоков считал значение переменной, которое, которое, ну, было присвоено каким-то, ну, изменено каким-то другим потоком. Вот. И для того, чтобы избегать подобных ситуаций, необходимо вот эту инструкцию обозначать, ну, делать атомарно и, собственно, либо использовать SynchronizeBlock, либо использовать SynchronizeBlock для всего метода act, либо использовать другие примитивные синхронизации, про которые я тоже чуть-чуть скажу. Ну, давайте ради интереса попробуем исправить этот метод. и добавим сюда SynchronizeBlock. Вот. Как думаете, будет работать? Ну, давайте так проверим на глаз. Ну, вроде как все нормально. Ну, это на самом деле и ожидаемо, потому что сейчас, добавив вот эту вот конструкцию SynchronizeBlock, мы гарантировали то, что только один поток находится вот в этой инструкции, в этом цикле, а остальные 9, они заблокированы на этом мониторе, собственно, ждут, когда активный поток закончит выполнять этот цикл и выйдет из блока SynchronizeBlock. Это как раз обеспечило нам то, что наш генератор этих значений, инкрементор работает корректно, и значения генерируются корректно, последовательно. Ну, и вот у нас тут как раз есть исправленная версия SynchronizeBlock. Да, мы ее только что посмотрели. Но на самом деле мы могли бы сделать вот так. Есть какая-то разница между предыдущей версией функции и вот такой? Будет работать? Будет? Не будет. Ну, я думаю, что вы можете проверить сами, но на самом деле все в порядке. Вот. Потоки создаются. Мы сделали на самом деле примерно то же самое. Мы добавили критическую секцию, которая также защищает наш цикл целиком. И потоки не могут начать выполнение вот этой инструкции и начать выполнение цикла до того, как активный поток не освободит монитор на текущем объекте. SynchronizeBlock. Как помните, в начале я говорил, что у каждого обжекта в Java есть свой монитор, ассоциированный с ним, и есть методы weight.notify и, в общем, объекты-мониторы. И когда мы указываем SynchronizeThis, мы захватываем монитор вот у этого объекта Incrementor. Таким образом, любой поток, который пытается вызвать метод act на классе Incrementor, он видит, что монитор… он не может захватить монитор, потому что один из потоков уже на этом объекте блокировку захватил. И он ждет, когда поток, который сейчас владеет блокировкой, выполнит весь цикл, и, собственно, на текущем инстансе этого объекта эту блокировку освободит. И по сути это два эквивалентных решения, и оба они рабочих. То есть мы сейчас заставили летать, ну, пока там в объекте поток не завершится. Да. Ну, во всем классе. Допустим, еще один вводит act что-лить, да. А как он не завершится, да? Ну, вот с этим объектом, вот, Incrementor, ассоциирован монитор. Условно говоря, какой-то флаг. И когда первый поток начал выполнять мета-тект, этот флаг меняет свое состояние на заблокирован. Соответственно, запускается второй поток, он пытается выполнить мета-тект, смотрит на флаг, и этот флаг не позволяет ему выполнить этот мета-тект. Он ждет, когда этот флаг сбросится. Соответственно, этот флаг сбросится, когда первый поток выйдет из этого цикла. И мы не сможем поставить, потому что E — это примитивный тип. Мы сможем… А если он был бы integer? Да, если мы поставим integer, то тут… То есть вы понимаете на объект? Да, тут важно понимать, что есть блокировки на объект. И для того, чтобы обеспечить потоку безопасности, мы должны синхронизироваться на одном и том же объекте. Если мы здесь сделаем integer E и integer G и будем захватывать блокировки поочередно, то на самом деле поток, который захватил E и пытается взять блокировку G, он сможет прийти в эту секцию, потому что он не захватывает блокировку ни того объекта. И есть еще довольно распространенный подход, когда мы используем не this, потому что this использует блокировку всего объекта, а создаем здесь новый объект. Ну его можно назвать как-то log либо monitor. И в качестве монитора примитива, ну объекта синхронизации, мы используем этот объект. Что это нам дает? Он позволяет нам ограничивать вот эти критические секции достаточно узким набором инструкций. То есть если бы наш метод act состоял из множества каких-то вызовов других инструкций, то синхронизируясь на this, мы, в общем, блокируем весь объект. А синхронизируясь на объекте log, мы защищаем критической секцией только вот этот вот набор инструкций, который в рамках вот этого блока synchronized. Вот, поэтому вы довольно часто будете встречать вот такой подход, когда мы определяем object log, и синхронизация происходит именно на таком объекте. Еще один инструмент, про который я тоже рассказывал, это использование thread join. Собственно, этот механизм, он позволяет поочередно выполнять потоки, точнее, запустить на выполнение поток, дождавшись завершения какого-то предыдущего потока. Ну вот в нашей программе опять же есть класс, знакомый нам, инкрементер, который инкрементит значение переменной i. И в методе main у нас есть два потока. Первый поток, он, в общем, делает то же самое, он вызывает, собственно, метод act. А вот второй поток, он уже второй и третий. Они немножко отличаются в своей реализации. И вот в методе run есть интересная инструкция t1 join. Собственно, в третьем потоке t2 join. Что происходит? Когда запускается первый поток, он начинает выполнение метода act и выполняет цикл, соответственно, с инкрементом. Как, наверное, ну, вы, наверное, все знаете, что метод t1 start, он вернет управление сразу же. То есть вот эти вот три инструкции, они выполняются почти одновременно, не дожидаясь завершения от этих потоков. Ввиду того, что метод main, он выполняется в основном потоке программы, и метод main завершится достаточно быстро. t1 start начнется в выполнении, а тут же запустится метод t2 start. t2 start дойдет до инструкции t1 join и остановится, заблокируется до того момента, пока метод поток t1 не закончит свое выполнение. поток t3, соответственно, сделает то же самое, но по отношению к потоку t2. И если мы сейчас запустим эту программу, то мы увидим, что значение переменной и инкрементируется последовательно, без каких-то вбросов и нарушений порядка, а потоки, собственно, выполняются друг за другом. Ну, мы можем вставить сюда какой-нибудь вывод в консоли, если хотим удостовериться, что они выполняются поочередно. Давайте попробуем, если вам интересно. Такой незатейливый будет вывод. И можно добавить. А вот здесь вот можно сделать, что он проинициализировался. Сейчас мы посмотрим на вывод. Вот. Но, как и следовало ожидать, потоки проинициализировались достаточно быстро. Ну, то есть вот первый, ну, это все-таки достаточно быстрый компьютер. Он позволяет, успевает сделать 9 итераций цикла, пока создаст еще два дополнительных потока и инициализирует их. После того, как первый поток закончил свое выполнение, вызвался второй поток, начал свое выполнение последовательно. Третий поток дождался, когда второй закончится, и, собственно, выполнил свои инструкции по инкременту значений. Ну, и некоторые классы из Java Util Concurrent. Java Util Concurrent, он содержит в себе достаточно много инструментов примитивов синхронизации, инструментов, на основе которых вы можете управлять очередностью выполнения потоков и различные объекты, которыми вы можете защищать свои критические секции. Вот в данном примере мы рассмотрим Countdown Ledge. Это специальный объект, который позволяет отпускать блокировку только в том случае, когда счетчик сбросится, ну, до нуля, соответственно. Таким образом, когда поток войдет в какую-то критическую секцию и остановится на этой блокировке, остальные потоки будут выполнять какие-то операции и сбрасывать счетчик, и первый заблокированный поток не продолжит свое выполнение до тех пор, пока этот счетчик не сбросится до нуля. Достаточно удобный инструмент. Ну, довольно распространенный пример использования такой блокировки в Android — это написание тестов, когда вам необходимо сделать, протестировать какую-то синхронную операцию, но при этом вы бы не хотели использовать, например, веб-сервер ваш, ну, или бэкэнд, который доступен вам по сети для того, чтобы проверить операцию, результаты операции. Вы можете запустить запрос на сервер, поставить там такую блокировку, а обработчик, который, собственно, делает какие-то действия, после которых должен вызваться запрос, может сбросить этот счетчик, таким образом отпустить поток ждущей блокировки и таким образом проверить, что по достижению какого-то условия запрос на сервер в вашем приложении выполняется. Либо это может быть несколько условий, таким образом, количество этих… значения этого счетчика может быть больше. Например, вам необходимо проверить количество ретраев. То есть если запрос был неудачный, у вас логикой определено, что вы повторяете запрос на сервер три раза. Таким образом, каждый ретраев может сбрасывать этот счетчик, а какой-то поток, который контролирует это состояние, будет ждать, пока этот счетчик, собственно, сбросится. Ну, как один из таких примеров использования подобного инструмента. Также там есть различные семафоры. Там есть объект log. Это объект, который можно использовать вместо синхронизации на объекте object и вместо блока synchronized. Это, ну, более современный интерфейс реализации блокировки. Ввиду того, что это, во-первых, интерфейс, он позволяет вам использовать различные реализации. Какие реализации вообще возможны и как его можно использовать? Зачастую вам не надо блокировать весь объект. Например, вам надо защитить запись какого-то поля, но при этом вы разрешаете чтение этого поля для многих потоков. Вот. И уже появляются некие разграничения вот этих критических секций в зависимости от типа операций. И как раз в библиотеке Java Util Concurrent есть разные типы блокировок для чтения и записи. И они все являются реализациями интерфейса log. Таким образом, вы снаружи объекта работаете с одним типом объекта, одним типом блокировки интерфейсным. А внутри вы можете использовать различные его реализации. Блокировки на чтение, блокировки на запись, полная блокировка на чтение и на запись и так далее. Мы сейчас посмотрим на countdown latch. У нас есть класс генератор, который, ну, собственно, ничего не делает, кроме того, что что-то выводит в консоль. И у него полем есть объект countdown latch, собственно, нашей блокировки, которая поддерживает обратный отсчет. Привязывая метода generate, мы сбрасываем счетчик нашей блокировки. Собственно, метод stop, он ждет, когда счетчик будет сброшен. И после того, как счетчик будет сброшен, он продолжит выполнение инструкции. То есть, таким образом, первый поток, он будет дергать метод generate. Второй поток вызовет метод stop и будет ждать сброса счетчика до нуля, после чего выведет в консоль строчку stopped. Метод latch.demo, счетчик нашей блокировки равен 5. Первый поток у нас ходит в цикле и дергает метод generate. А второй поток, собственно, у нас ждет, когда первый закончит свои вызовы соответствующего метода generate. Как это работает? Ну, очевидно, работает оно хорошо. Я думаю, что если вы придете на какой-то большой проект, который покрыт достаточно, хорошо покрыт тестами, и он использует какие-то асихронные операции, он их обязательно использует, вы наверняка найдете примеры использования вот этого инструмента. И как раз в тестах, наверное, их будет очень много примеров использования подобного типа инструментов. И самый примитивный способ обеспечения безопасности данных в многопоточной среде — это использование методов wait.notify. довольно редко можно встретить использование этих примитивов в боевых проектах, но, тем не менее, их еще кто-то может использовать именно как какие-то, ну, инструменты, которые остались, ну, написаны давно, в общем, и как называется, legacy, он исследованный код. Вот, и в таком коде могут встречаться применения подобных инструментов. Либо, если это какая-то такая низкоуровневая реализация инструмента потока безопасного доступа к данным, то там тоже они могут использоваться. Ну, и, конечно, это используется на собеседованиях. В общем, в любом случае, когда-нибудь оно вам пригодится. Два объекта — продюсер и консюмер. Они, один из них является, ну, генерирует код сообщения, второй, собственно, это сообщение обрабатывает. Оба они являются реализациями интерфейса runnable. И есть класс message, который, собственно, они и обрабатывают. У message есть метод send и метод receive. В методе send мы вызываем метод notify нашего объекта. В методе receive, соответственно, wait. Оба этих метода синхронайз, потому что для того, чтобы работать с инструментами wait.notify, нам необходимо захватывать монитор соответствующего объекта. В методе main, как ожидается, мы создаем два потока. Один поток работает с продюсером, другой работает с консюмером. Ну и, собственно, запускаем их. И есть у нас инструкция thread sleep. Столкивались с таким, с такой штукой. Thread sleep — это инструкция, которая позволяет заснуть потоку на указанное количество миллисекунд. Это значит, что в течение двух секунд поток не будет делать ничего. То есть он будет находиться в состоянии sleep. Ну и, соответственно, так как консюмер и продюсер, они имплеметят интерфейс runnable, у них реализован метод run, ну, здесь и здесь. Соответственно, в продюсере методе run мы сообщение отправляем, а в консюмере мы его получаем. Когда мы отправим его, мы выведем сообщение send, когда мы получим его, выведем сообщение received. Что происходит в методе main? Мы сначала запускаем поток, который сообщение получает, а потом поток, который сообщение отправляет. И вот между стартом потока, который сообщение получает, мы еще подождем две секунды, а потом только запустим поток, который сообщение эти отправляет. Так, не тот. Вот, собственно, очередность у нас хранилась. Сначала мы сообщение отправили, а затем сообщение получили. Вот это можно видеть вот по этим строчкам в логе. И это как раз и методы Notify и Wait обеспечили нам корректное выполнение. Что произошло здесь? Когда мы зашли синхронизирован в поток, в критическую секцию Receive, в блоке Try поток выполнил инструкцию Wait и отпустил блокировку. И, собственно, стал ожидать, когда, собственно, его разбудят методом Notify. Второй поток в методе Send вывел в консоль сообщение Send, изменил флаг и вызвал метод Notify. В этот момент проснулся первый поток и, собственно, закончил выполнение метода Receive, вывел на консоль строчку Received. Вот эти все примеры можно будет на GitHub'е посмотреть, с ними поиграть еще, поэкспериментировать с различными вызовами методов, различными блокировками. Дальше мы поговорим про Android Permissions и тоже посмотрим, как их использовать в приложении Android. Так, мы сейчас вернемся в экосистему Android из Java и поговорим о... немного о безопасности и о Android Permissions инструменте, который позволяет разграничивать доступ к некоторым компонентам среды и к некоторым данным пользователя. Почему, казалось бы, это здесь, вместе с потоками и вот этой всей историей про фреймворк и про JAL? Мы дальше будем говорить про сеть, и, собственно, потоки используются в контексте сети. И для того, чтобы работать с сетью, необходимо иметь разрешение на доступ к сетевым компонентам. И для того, чтобы у вас было понимание того, как вам начать работать с сетевым взаимодействием, мы как раз добавили эту тему сейчас вместе с необходимым инструментарием для реализации сетевых взаимодействий в фоне и для правильной работы с UI. Итак, безопасность. Безопасность в Android — это вообще тема очень сомнительная, ввиду того, что если у вас есть рут на устройстве, то у вас есть доступ ко всем пользовательским данным. Ну, почти ко всем. Вот. Ну, на самом деле, Android — это достаточно уязвимая операционная система, и говорить о какой-то защите пользовательских данных на устройстве, собственно, на самом деле не приходится. Но, тем не менее, есть некие инструменты, которые позволяют на каком-то уровне обезопасить ваши данные и работу приложений в операционной системе. И есть несколько уровней обеспечения безопасности. Самый низкий, самый первый — это уровень ядра операционной системы. Собственно, там используется ядро Linux, как мы говорили на первой лекции. И, собственно, в этом ядре есть различные инструменты, которые позволяют разграничивать права доступа тех или иных пользователей процессов к тем или иным ресурсам. Там используется Security-enhanced Linux, там используются простые Access Control-листы. И, в общем, все то, с чем вы, возможно, сталкивались, когда работали с какими-то Unix-подобными операционными системами, когда назначали права на какие-то директории, когда настраивали право доступа к каким-то ресурсам в вашей операционной системе. Вот это все работает и здесь. Второй важный инструмент — это сэндбоксинг и изоляция процессов. Как мы уже рассказывали, каждое приложение — это отдельный пользователь в контексте операционной системы. И как раз как отдельный пользователь, он защищен некими инструментами безопасности ядра на уровне разграничений прав конкретных пользователей. Но как отдельный процесс, каждое приложение, оно работает со своей областью памяти. И таким образом осуществляется безопасность чтения каким-то нежелательным процессом данных памяти вашего приложения. То есть как раз вот эта особенность и вообще понятие процесса здесь применяется именно по своему назначению. То есть процессы, они имеют изолированные адреса памяти. И просто так взаимодействовать с какими-то ресурсами и данными памяти другого процесса вы не можете. Это такой довольно один из ключевых инструментов именно изоляции и вашего приложения в контексте операционной системы. И вокруг этого выстроено довольно много решений и инструментов работы самого приложения. В общем, это на самом деле ключевой элемент. Далее используется безопасный IPC. Ну, так как приложение у нас — это отдельный процесс, здесь же мы сразу начинаем говорить об IPC. IPC — это Inter-Process Communication. Это межпроцессное взаимодействие. Даже ваше приложение может иметь несколько процессов. У вас есть возможность запустить, например, сервис в другом процессе. Либо вам необходимо получать какие-то данные, например, о контактах, из контакта и книги. Приложение «Контакты» — это тоже приложение, работающее в отдельном процессе. И в связи с этим вам необходимо иметь возможность как-то взаимодействовать между процессами. В операционной системе Linux используются такие инструменты, как сокеты, обращение какой-то общей памяти. В Android преимущественно используется инструмент «Байндер» и инструменты, как раз основанные на работе с «Байндером», которые как раз могут быть… Ну, эти… на основе реализации этого «Байндера» есть возможность проверять некие разрешения и permission, которые пользователь либо разработчик установил для своих компонентов. И последний, самый высокий уровень — это уровень пользовательских разрешений. Он проверяется на уровне фреймворка Android, в частности, на уровне activity-менеджера и package-менеджера. Это тот… это те permission, которые доступны вам как разработчику, собственно. И когда вы работаете с Android permission, либо когда приложение запрашивает у пользователя с помощью диалога доступ к каким-то ресурсам, то в большинстве случаев это как раз вот эти вот permission. Ну, и в частности, доступ к интернету и доступ к сетевым интерфейсам — это реализован тоже с помощью вот такого вот permission на верхнем уровне. Внизу там, конечно, это все работает через доступ там к ресурсам и непосредственно в операционной системе. Изначально у приложения нету никаких permission. Сейчас появилась возможность по умолчанию использовать permission в интернет, но вам все равно надо указать в манифесте. Для того, чтобы использовать и объявить запрос каких-то permission и использовать их, вам необходимо указать их в манифесте. Если, возможно, вы уже видели подобные строчки в манифесте, в основном объекте manifest указывается uses permission и некая строка-идентификатор этого permission. Корректные указания этой строки очень важны, потому что инструменты Package Manager и Activity Manager, они соотносят, сопоставляют права доступа и, в общем, проверку прав доступа на основе вот этих вот строковых идентификаторов. И когда вы используете какие-то системные permission, то очень важно следить за тем, что эта строка, она корректна. Android Studio, она вам будет всячески подсказывать и предоставлять на выбор корректные системные permission. Но если вы будете использовать какие-то permission, которые не определены в самом фреймворке, то нужно следить за тем, что эта строка, она корректна, и она соответствует той строке, которая указана, собственно, в том приложении, permission, к которому вы пытаетесь объявить в своем манифесте. Для чего это делается? Когда ваше приложение попытается… ну, в данном случае мы запрашиваем permission на получение SMS, то есть когда придет SMS, наше приложение получит какое-то уведомление и сможет это SMS прочитать. Ну, точнее, узнать, что мы получили SMS. Когда приходят сообщения, операционная система смотрит установленные у себя приложения и выбирает из них те, которые необходимо оповестить некими событиями, либо передать какие-то данные. И как раз вот на основе, в частности, вот этих данных приложение получит от операционной… от фреймворка Android, оно получит уведомление о том, что в соответствии с этим permission, в общем, есть новое событие, именно, ну, полученное с SMS, и сможет его корректно опробовать. Вот, то есть когда приложение пойдет в Package Manager за сообщением, то на основе этого permission он сможет получить эти данные. Permissionы бывают двух типов. Normal permission и dangerous permission. Ну, название, опять же, достаточно красноречивое и говорят сами за себя. Normal permission — это permission, которые по своей сути, они не предоставляют какого-то доступа к пользовательским данным. Вот, а сейчас, как, ну, известно, что пользовательские данные пытаются сохранить всяческими способами. Операционная система Android, собственно, не исключение. Они также разграничили эти permission как раз по уровню доступа к пользовательским данным и считают эти данные наиболее приоритетными. Если, например, мы пытаемся использовать интернет и запрашиваем permission на доступ к интернету, то это normal permission, и он вам будет выдан, в общем-то, ну, без проблем. Если мы попытаемся воспользоваться каким-то сервисом, который требует для себя dangerous permission, то дальше будут нюансы. Они зависят от версии операционной системы. На версии операционной системы menu, на API menu 23, это Android 6, эти permission запрашивались в момент установки приложения. Возможно, вы еще застали этот момент, когда вы пытались установить приложение из маркета, и перед тем, как это сделать, вам показывается диалоговое окно о том, что приложение запрашивает доступ к контактам, там, к вашим кредитным картам, вашему счету в банке и все такое. И если вы нажимаете «Ок», то приложение ставится. Если вы нажимаете «Отмена», то, ну, нет, приложение не поставится, вы не сможете им воспользоваться. Таким образом, у вас на самом деле было всего два варианта. Либо согласиться со всеми теми условиями, которые выдвинуты разработчикам, и таким образом, несмотря на то, что это там калькулятор, но почему-то запрашивает доступ к вашим контактам, в общем, смириться и поставить, и переживать, что же там происходит с вашими контактами. Либо отказаться и вообще не получить это приложение. Это не очень удобно. Тем более в то время в iOS уже была возможность запрашивать permission в процессе работы приложения. То есть, например, permission на геолокацию можно было запросить в процессе работы, и можно было его отключить, и приложение продолжало работать дальше, не используя геолокацию. И Android с версией 6.0 поддержал запрос permission в процессе работы приложения. Это называется не runtime permission. И с этого момента приложение, оно, конечно, в стори содержит информацию о том, какие permission ему необходимы для работы, но эти permission по умолчанию не включены. Если вы хотите эти permission получить, вы обязаны показать пользователю диалог о том, что вам необходим доступ к каким-то данным, которые закрыты, соответственно, dangerous permission. И если пользователь решит, что вы достаточно хорошее приложение, которому можно этот доступ предоставить, и разрешит вам из этого диалога выдать этот permission, вы сможете работать с этими данными. Если же нет, то доступа к этим данным у вас не будет. И ваше приложение должно уметь обрабатывать эту ситуацию и работать в условиях, когда у вас нет доступа к тем или иным ресурсам. Если же вы попытаетесь обратиться к этому ресурсу, не запрашивая разрешение, то у вас произойдет security exception, и приложение свалится с exception на runtime. Когда вы, если вы используете Android Studio и пытаетесь обратиться к какому-то ресурсу, который во фреймворке требует наличия dangerous permission, Android Studio вам подсветит его соответствующим волнистой красной линией и намекнет вам о том, что для того, чтобы работать с этим ресурсом, вам необходимо запросить permission. Это лишний раз вас, ну, предостережет от того, чтобы делать это без permission. Но тем не менее, в процессе, ну, на момент компиляции вы, в общем-то, никак не обяз... ну, у вас нету гарантий того, что все корректно, и у вас есть все permission, и если вдруг вы это не сделаете, то упадете на runtime, и это будет достаточно печально. Еще интересный момент с permission. Выдавать permission на runtime можно, ну, в процессе работы приложения. То есть если, например, вы используете карту, запрашиваете permission на геолокации, пользователь нажимает ОК, и у вас тут же появляется данная геолокация. Если же пользователь каким-то образом отбирает permission у вашего приложения, то процесс вашего приложения остановится. То есть ваше приложение будет полностью остановлено. Ну, это такой нюанс, который нужно помнить в случае, если вдруг у вас был permission, вас его отобрали, и с вами произойдет такая вещь, как полностью остановка процесса. Есть permission на какие-то действия, и они входят в группы permission. Соответственно, когда вы запрашиваете permission, например, на чтение контактов или на запись на внешнее хранилище, вы запрашиваете permission на всю группу этих permission. Так было до версии 8.0, и на самом деле это была такая дырка в безопасности, ввиду того, что, ну, например, вы хотите писать на внешнее хранилище, а это является… этот доступ к внешнему хранилище является dangerous permission, ввиду того, что у пользователя там могут храниться какие-то персональные данные, и требуется approve пользователя на то, чтобы дать им возможность воспользоваться возможностью записи туда. Но разрешения на записи на чтение входили в одну и ту же группу доступа к внешнему хранилищу. Если вы запрашивали permission на чтение, и пользователь давал его, то вы автоматически получали permission на запись. И таким образом, в общем, вы начинали писать, но при этом пользователь мог быть не в курсе того, что он вам дал permission на запись туда. С версии 8.0 они пофиксили эту лазейку, и, в общем, теперь, если вам дали permission на чтение, то записать вы туда уже не сможете. Вот таким образом permission становится все лучше и лучше для пользователей. Ну, для версии Android меньше 6.0 permission, и, соответственно, при установке запрашиваются на группу. Normal permission, они никак не влияют на dangerous permission. Ну, пример группы. Вот есть группа разрешений contacts, и, соответственно, здесь permission read-write и получить список контактов. Сейчас get-accounts permission считается устаревшим и не используется. Read-write, соответственно, до сих пор актуальны. Вообще использование учетных записей пользователей. Казалось бы, контакты. Ну, какая может быть суперсекретная информация в контактах пользователя? Но стандартное диалоговое сообщение о запросе permission на контакты содержит в себе в русском варианте сообщение об учетных записях. Вот, и это сразу достаточно сильно отпугивает пользователей. Ну, и еще один момент про permission. Если у вас в манифесте определен набор permission, и он не меняется с выпуском новой версии, то приложение имеет возможность обновляться из маркета автоматически. Если же вы добавляете какой-то permission, dangerous permission, то пользователю необходимо руками зайти в маркет и принять новое соглашение и, собственно, обновить версию приложения, ну, руками. Ну, это важно уже с точки зрения распространения вашего приложения. Желательно, когда вы проектируете ваш сервис, максимально предусмотреть все возможные источники данных и ресурсы, которые понадобятся для работы вашего приложения, чтобы с самой первой версии приложения поддержать все необходимые permission, которые вам могут в процессе жизненного цикла приложения понадобиться, чтобы как раз избежать ситуации, когда пользователи сами не обновляются, потому что изменились условия использования вашего приложения. Вот эта задержка в обновлении пользователей, она влечет за собой риски того, что у вас не сможет обновиться там бэкэнд, вы не сможете там какие-то новые вещи поддерживать, либо вам придется поддерживать разные версии вашего бэкэнда для разных пользователей, и отказаться от них вы не сможете, потому что, ну, достаточно значимая часть пользователей не обновилась, потому что, ну, потому что вот они сами не следят за приложением и не ходят, маркет не обновляется. Группы разрешений, вот они здесь есть на слайде. В общем-то, это почти все группы, которые вы будете использовать в своей работе. Календарь тоже прикрыт премишном ввиду того, что там могут содержаться какие-то персональные данные. Ну, очевидно, микрофон, локейшн. Ну, в общем, ничего необычного. Все, что может содержать каким-то образом какую-то персональную информацию, и оно содержится, прикрыто пермишном. У вас есть возможность использовать и объявлять свои пермишены для своих компонентов. Делается это следующим образом. Вы в манифесте указываете… перми… ну, тег пермишен, в нем указываете имя этого пермишена, далее какое-то описание, группу пермишенов и protection level. Соответственно, protection level может быть normal or dangerous. Это флаг того, надо ли показывать пользователю, собственно, сообщение, ну, диалог о том, чтобы он предоставил пермишен на доступ к тем или иным данным. Например, у нас есть приложение почты Mail.ru и есть ICQ, например. И в почте Mail.ru мы храним аккаунты и учетные записи пользователей в своем каком-то хранилище и хотим пошарить их с нашим другим приложением. И объявляем этот источник данных публичным, но при этом объявляем для него собственный пермишен. И для того, чтобы приложение ICQ смогло получить доступ к контактам нашего приложения почты, ему необходимо в своем манифесте объявить вот этот пермишен, который мы указали в приложении почты Mail.ru. И только после этого, если в манифесте будет этот пермишен, второе приложение сможет получить доступ к информации, которая объявлена в первом приложении как доступная, но с соответствующим пермишеном. Собственно, поэтому надо внимательно использовать вот этот нейм, когда вы используете пользовательские пермишены, потому что если они не будут совпадать, то вы не сможете получить пермишен и будете пытаться использовать несуществующий пермишен. Ну, в общем, никакого эффекта от этого не будет. Какие компоненты могут быть защищены пермишенами? На самом деле все основные компоненты вашего приложения могут иметь пермишен, то есть все, которые могут быть запущены операционной системой. Активити, сервисы, бродкаст, ресиверы, контент-провайдеры, они все могут иметь так пермишен. Таким образом, для того, чтобы запустить какую-то активити, запустить какой-то сервис, либо вот через контент-провайдер получить данные и обезопасить их, вы вольны, в общем, сами объявлять пермишены и защищать свои данные вот этим встроенным инструментом для разграничения доступа. Соответственно, уровень Permission Level, он позволит либо иметь просто, требовать просто в манифесте наличие записи о требовании пермишена, либо явно сообщать пользователю о том, что ваше приложение хочет получить доступ к данным другого приложения и ждать явного опрува пользовательского для того, чтобы получить эти данные. И сейчас посмотрим, как это выглядит в Android-приложении, что нужно там объявить, как это работает. У нас есть простое Android-приложение, которое состоит всего из одной активити. Посмотрим на манифестово, и в манифесте, в общем, ничего особо и нету. Мы запросили… единственное, мы запросили один Permission. Мы хотим использовать камеру. Дальше все стандартные объявления. У нас есть стандартная Default Activity, Main Activity с фильтрами Launch и Main, и, собственно, все. Что у нас есть в Main Activity? Мы будем пытаться работать с камерой в нашем приложении. Камера является ресурсом, который требует Permission на доступ. И, соответственно, для того, чтобы нам ей воспользоваться, нам необходимо Permission обработать. Более того, это Dangerous Permission, соответственно, нам надо его пользователю запросить. Что у нас есть? У нас есть метод onCreate. OnCreate – onInflatedLayout для ActivityMain. В этом layout у нас есть кнопка, есть checkbox и есть imageView, в которой мы отобразим, собственно, картинку. Кнопка – это кнопка, которая позволяет нам получить, ну, вызвать пикер изображений. И checkbox, который обеспечивает, ну, флажок запрашивать Permission или не запрашивать. В методе onCreate мы проинициализируем все наши компоненты, найдем их в нашем layout и сохраним imageView в поле, установим clickListener на кнопку. И, соответственно, в clickListener будет делать как раз вещи, связанные с проверкой Permissionов. Вот первый из них – это checkPermission. CheckPermission выполнится в том случае, если у нас переменная shootRequestPermission, соответственно, true, то есть мы должны запросить Permission. И если не выдан Permission на камеру уже. Проверка текущего Permission на камеру выполняется методом из CameraGranted. И что там происходит? Вот, здесь уже всякие интересные штуки про Permission. Первый – это вот ContextCompat. Ну, это специальный класс обертка над контекстом для поддержки работы с методом checkSelfPermission на версиях Android ниже 6.0. Из-за того, что runtime Permission появились только вот с этой версии, до этой версии про них, собственно, никто ничего не знал, система про них ничего не знает, и метода у нее такого нету. Если мы просто у контекста попробуем вызвать checkSelfPermission, то с большой вероятностью у вас проект не соберется. Там линт вам скажет, что вы должны повесить проверку на минимальную версию IP. А если вы проигнорите предупреждение линта и соберете ваш проект, то когда на Android 5 вы запустите в ваше приложение и нажмите кнопку, то оно упадет с сообщением о том, что метод не найден. То есть в ваших классах у метода контекст, у объекта контекст не будет метода checkSelfPermission. ContextCompat, в рапер над контекстом, как раз решает эту задачу. Он позволяет игнорировать вызов этого метода для версии системы ниже шестой. Вот, делать это безопасно. Соответственно, метод checkSelfPermission — это метод, который проверяет наличие Permission у данного приложения на… ну, собственно, вот проверка статуса, grantedPermission или нет, а тип Permission — это камера. Вот, довольно простой метод. Ну и давайте сразу посмотрим на метод checkPermission. Соответственно, мы у activityCompat вызываем метод requestPermission. ActivityCompat — это та же самая история, что и контекстCompat. То есть у activity на версиях IP меньше, чем 23, тоже нет метода requestPermission. И там будет все то же самое, что и с checkSelfPermission на контексте. Поэтому для того, чтобы вызывать вот такие методы, появившиеся в более поздних версиях SDK, и поддержать обратную совместимость, и не плодить if-else, когда вы проверяете текущую версию вашего IP, как раз созданы вот эти обертки. Рекомендую, когда вы будете использовать вот эти context методы или activity методы, посмотреть на как раз вот эти обертки activityCompat, contextCompat, собственно, что они предоставляют и как они обходят эти ограничения. Соответственно, для запроса Permission вам необходимо вызвать метод на activityRequestPermission. В него передается список разрешений, которые вам требуются, и контекст, соответственно. Вот эта переменная — это, на самом деле, интовая константа. Вот она определена у нас здесь. Что это такое? На прошлой лекции мы рассказывали про такой механизм работы с activity, как запуск activity for result. То есть запуск activity для того, чтобы получить из нее результат. Вот для того, чтобы activity, из которой мы получаем результат, смогла доставить его в нужную activity, которая вызывала. И, собственно, вызывающая activity смогла обработать этот результат и понять, из какой activity он пришел. И ввиду того, что метод onActivityResult принимает только интовое значение и, там, intent, с которым, собственно, вызвали этот метод. Эти результаты, они идентифицируются с помощью интовых параметров. То есть когда мы запускаем activity for result, мы передаем интовое значение, и затем, когда нам вернется результат, вызовется метод onActivityResult, в котором будет intent, и это интовое значение, чтобы мы смогли понять, от кого этот результат пришел. С permission примерно такая же история. Мы передаем вот этот идентификатор, и когда у нас вызовется callback о том, что… А, ну мы его тут не используем, на самом деле, в нашем проекте. В общем, если мы… Ну, когда мы будем получать callback от этого activity, мы можем смачить результаты запроса этих permission на основе этого интового значения. И если мы запрашиваем несколько permission, мы можем передать туда разные идентификаторы и понять, какой permission нам загрантили, ну, какой пользователь нам апрувил, а какой из них не заапрувил. Вот. Соответственно, request permission делает запрос permission, и если permission у нас granted, то мы запускаем picker activity. Picker activity — это стандартный инструмент, который позволяет по… из… MediaStore, это стандартное хранилище изображений в Андроиде, получить изображение. Соответственно, также мы добавляем action getContent. Это специальный action, который позволяет нам получить непосредственно какой-то контент от контент-провайдера. Далее мы их просто фильтруем по типу и стартируем. Вот. И запускаем некий объект, ну, вызываем метод createChooser. Это специальный метод на интенте, который создает специальный формат интент с множественным выбором компонентов для запуска тех или иных activity. Возможно, вы встречали, когда, например, вы в мессенджере нажимаете на ссылку из ВКонтакте, и у вас появляется такое диалоговое окно, в котором вам предлагается открыть ссылку в браузере, в приложении, либо еще где-нибудь. Вот. Вот это как раз IntentChooser. Ну, давайте запустим приложение. Сейчас заведется эмулятор. Лет пять назад для того, чтобы запустить эмулятор, нужно было ждать минут 15. Они все были нормах, и они запускались очень долго, и работать с ними было невозможно. Последние обновления эмуляторов из студии значительно улучшили вообще качество этих эмуляторов. С ними стало достаточно приятно работать. Он почти не отличается по производительности от реального девайса, вот, и очень здорово. Раньше все использовали GiniMotion, который запускался там в виртуальной машине, отдельной, и встроенный эмулятор не использовали. Вот сейчас, в общем, им стало пользоваться очень комфортно. Ну, вот, наше приложение. Давайте мы нажмем кнопку Check Permission, Pick Image. У нас, соответственно, ничего нету. Проверить Permission мы можем в настройках нашего приложения. Сейчас мы его найдем. Проверить Permission мы можем в настройках нашего приложения. В новых версиях Android появилась вкладка Permissions, разрешение. В более старых версиях они здесь просто представлены списком. И в нашем манифесте объявлен Permission на камеру. Соответственно, вот здесь в настройках мы видим, что появился переключатель, идентификатор камеры, и он выключен, потому что Permission мы не запрашивали. Мы включили запрос Permission, это как раз ввели тот флаг Should Request Permission, и сделали Request Permission на Activity Combat по клику на кнопку. Этот диалог — это системный диалог, то есть это не мы его показываем, это показывает его фреймворк. Собственно, две кнопки отключить, отклонить или разрешить. Если мы разрешим Permission, поднялся наш тот самый Intent Chooser. Если мы переключимся в настройки, то увидим, что этот switch, он перешел в состояние включено. И теперь мы можем работать с ресурсом камеры, в общем, без проблем. Почему-то камера теперь требует местоположения, но нет. Вот, можно снять фотку. Вот, соответственно, если мы сейчас Permission заберем у нашего приложения из настроек, то вот видно было, что приложение заново запустилось. То есть, если мы раньше у него перешли, мы сразу же увидели UI, то здесь вот оно мелькнуло белым экраном, и затем только контент отобразился. И теперь мы Permission запрашиваем снова. Есть несколько вариантов, которые необходимо учитывать при работе с Permissionами. Пользователь может их отклонить, ну и, соответственно, нам у нас будет не granted status для этого Permission в проверке. И есть еще интересная галочка «Больше не спрашивать». Если пользователь поставит эту галочку «Больше не спрашивать», то мы, собственно, больше не должны показывать этот диалог. Этот признак возвращается в специальном объекте. Там есть специальный метод, с помощью которого можно проверить, нужно ли нам показывать этот диалог или нет. Соответственно, если Permission не granted, и пользователь нажал галочку «Не спрашивать еще», то мы не должны больше показывать соответствующий диалог. Так, вернемся в приложение. Вот, проверка того, что нам Permission пользователь выдал. Соответственно, вот… Вот здесь мы можем вызвать check self-permission и проверить, что Permission granted. Проверка из камеры granted. Соответственно, мы проверяем Permission камера и Package Manager из status Permission granted. Можно посмотреть реализацию Package Manager и посмотреть константы, которые здесь определены для этих Permission. Вот, есть Permission granted, есть Permission denied, соответственно. Остальные методы, они уже для проверки подписи приложения. Вот. И я уже один раз говорил и повторю еще раз. Очень полезно смотреть в исходный код. И, собственно, там можно увидеть вещи, которые, возможно, недокументированы, либо понять, какие есть еще опции и как вы можете их использовать. Вот. Но про Permission на сегодня хватит. Собственно, этого достаточно для того, чтобы начать пользоваться как dangerous, так и normal Permissionами. и, собственно, начать пользоваться сетью, которая будет на следующем занятии, и external storage для сохранения данных на внешнюю память, для того, чтобы сохранять большие картинки и прочий контент, который нежелательно хранить на внутреннем хранилище устройства. Это будет также доступно вам по ссылке в репозитории. Можете посмотреть, поиграть с этими Permissionами, поиграть с разными… ну, с разными типами Permissionов, попытаться воспользоваться камерой без запроса Permission и посмотреть, что при этом будет. Вот. Ну, на сегодня все. Присылайте первую домашку. Присылайте первую ChassSC. Продолжение следует...